Приветствую вас! Такой весьма показательный, как мне кажется, вопрос. Вот, хотя подозреваю, что возможно автор вопроса будет со мной. Несколько не согласен, вот, потому что это будет достаточно такой, если не сказать провокационный, то весьма вызывающий ответ. Прежде чем его прочитать, он небольшой вопрос, вот, я его прочитаю. Вот, прежде чем его прочитать, хочется сказать следующее. ЩПО вопрос касается несерьезности отношения к человеку. Автор вопроса, Вера, пишет, что к ней несерьезно относятся люди. В частности, мужчина, вот, несерьезно относится к ней. И она говорит о том, что устала от такого отношения, вот, и что ей хочется серьезного к себе отношения, вот. Ну, честно говоря, понять в данном случае веру можно, потому что, действительно, несерьезные отношения, оно, ну, на самом деле, так скажем, выматывает. Оно, на самом деле, довольно тяжело психологически, если это системно, вот, если это постоянно, это правда тяжело. Но, вера упускает из виду несколько важных моментов, первый из которых является довольно очевидным, куда более, по крайней мере, очевидным, чем второй момент, вот. И давайте мы с вами приступим. Мне нельзя с парнями, хотя мне около 20. Парни редко проявляют некое внимание по отношению ко мне, если кто-то приглашает куда-нибудь, то либо не свободен, либо на секс развести. Либо не остыл по отношению к бывшей. Я устал от этого, хочу серьезных от намерений по отношению к себе. Смотрите. Вы говорите, а по-моему, вам нужно серьезное отношение к себе. Но, сам ваш вопрос, он, как ничто другое, демонстрирует то, что вы к себе относитесь не серьезно. Потому что при серьезном отношении к себе, при серьезном таком восприятии себя, вы бы написали, во-первых, больше информации предоставили бы. Подробнее бы описали свое поведение, то есть как вы ведете себя с парнями, как вы выбираете парней, да, то есть как происходит ваше знакомство с ними. Вот. И самое главное, вы бы написали вопрос. То есть нет, конечно, вы можете довольно справедливо сказать, что ну вот я хочу серьезного отношения к себе. Чего, как бы, ну, еще нужно в данном случае. Хорошо. Но вопрос, вопрос звучит в данном аспекте как? Вопрос в данном аспекте звучит следующим образом. Как мне, например, изменить свое поведение, чтобы ко мне относились серьезно? Допустим. А такого вопроса нет. Что мне изменить в своем поведении, чтобы ко мне относились серьезно? Такого вопроса нет у вас. И о чем это может говорить? Это может говорить, например, о том, в частности, что вы не готовы что-то в своем поведении менять. Это может говорить о том, что вы не видите, как бы, для себя какой-то перспективы себе что-то менять. Иными словами, вы не готовы к работе над собой. Потому что, и это второй момент, гораздо менее очевидный, но не менее важный, причина, по которой мужчины вас так видят, заключается в вашем поведении, которое, скорее всего, является сценарным. То есть, это модель сценарного поведения, взятая вами, из вашей семьи, которая требуется подкорректироваться. Но этого ничего вы не озвучили. Да, второе вы не могли знать. Ну, первое. Такая, казалось бы, вроде бы, серьезная для вас проблематика. И такой вам, и такой маленький вопрос. Что еще указывает на то, что вы не серьезно к себе относитесь? На это указывает то, например, что вы говорите, мне не везет с парнями. Что такое невезение? Невезение, это означает, что от меня ничего не зависит. Ну, вот просто не повезло. Это то же самое, знаете, как, ну, там, к примеру, люди ставят, да, делают ставки. Ну, вот, там, допустим, на спорт или, там, допустим, делают ставки на, там, не знаю, какие-то еще моменты, ну, другие. Вот. Понимаете, как бы? То есть, где есть элемент случайности. И в отношениях, конечно, элемент случайности, что вы же есть. Но он проявляется не в том, что вам нельзя с парнями. Элементы случайности могут проявляться совсем в другом. Но вы говорите, что мне не везет с парнями. То есть, на свое поведение, на свой подход к выбору парней, я внимания обращать не буду. А вот, буду обращать внимание на то, что мне просто не везет. Понимаете? То есть, это что такое? Это бегство. Бегство от себя, бегство от личной, от личной ответственности вашей, к сожалению, и, как следствие, ощущение некой беспомощности. Но, ситуация идет еще дальше. Поскольку вы не привыкли брать на себя личную ответственность, ну, по крайней мере, по крайней мере, так мне это видится в данном случае, то вы говорите, я хочу серьезных намерений к себе. То есть, я хочу, чтобы какой-то человек взял на себя за меня ответственность. Сама-то я за себя не очень ответственно. Но хочу, чтобы кто-то взял за меня ее. И, возникает вопрос. А не этого ли вы, случайно, хотите в отношениях, чтобы кто-то взял за вас ответственность? То есть, не потому ли вам нужны отношения, и не потому ли вам в 20 лет так важно построить серьезные отношения, потому что вам как-то некомфортно со своей ответственностью в жизни. Понимаете? Потому что где-то в глубине души вы, ну, чувствуете, может быть, чувствуете, что как-то вот вам, ну, может быть, тяжеловато, как-то вот тяжеловато вам, находиться вот самой собой в, так скажем, ну, ВКонтакте по поводу ответственности своей. И нужен кто-то, на кого бы вы могли опереться. Нужен кто-то, на кого бы вы могли переложить свою ответственность за свою жизнь. Это грустно. На самом деле, это грустно. Понимаете? Понимаете? Да. Вот это я и хотел до вас донести. Таким образом, необходимо здесь работать с вашей тривотностью, с вашей самооценкой, с выработкой к себе ценностного отношения к самой себе, к научению транслировать его другим людям. Вот. Сейчас вы, понятное дело, так, ну, себя не ведете. То есть, то есть, сейчас вы, понятное дело, в таком ключе, вот, несколько не размышляете. Но начинать нужно именно с этого. Не с того, чтобы искать человека, который вас, ну, вот, как-то подхватит, да, условно говоря. Не действовать в направлении, как раз таки, поиска костыля, так скажем. А действовать в сторону обретения собственной уверенности в себе, в своих силах. Вот. Но, не совсем в данном случае ясно, хотите ли вы этого или нет. Не совсем, не совсем в данном случае понятно, насколько вы серьезно настроены, чтобы над собой работать. И именно в контексте, именно в контексте того, о чем в данном случае я пытаюсь вам сказать. Да, как-то. Вот. Понимаете, да, какая здесь, в данном случае, ну, история. Вот. Это очень и очень важный, на мой скромный взгляд. И на это, мне кажется, вам необходимо обратить свое внимание. В первую очередь. И дальше уже смотреть, куда вас это выведет. Какая вы, в целом, сама по себе? Как вы выбираете мужчин? Какую вы с ними, так скажем, проводите коммуникацию? То есть, как вы с мужчинами коммуницируете? Да, в данном случае. Какой вы образ демонстрируете свой, женский? Тот ли этот образ, который вы хотите? Или вам, к примеру, кажется, что, ну, допустим, что вы на самом деле, ну, немножко, другая. По-иному себя ощущаете, но не знаете, как вам об этом донести людям. В частности, ну, в частности, в частности, мужчинам, например. Да? Допустим. Вот. Это все очень важные, все очень важные вещи. Как мне кажется, на которые вам необходимо обратить свое внимание. И только, вот, только через эти вещи вы сможете найти то, что вам хочется. Только через эти вещи вы сможете найти то, что вам нужно. Конечно, конечно, не сразу. То есть, это, вот, такой процесс, он, несколько, так скажем, длительный. Но ничего серьезного быстро с человеком не случается. Так что это, вот, в какой-то степени вопрос к вам. Вопрос, ну, больше к тому, что вам нужно, как вам нужно и какая вы. Вот. Вот. Я бы сказал, по крайней мере, именно так. Так. Вот. Я бы сказал именно, вот, в таком, по крайней мере, ключе. Вот. Ну, понятное дело, что я могу ошибаться. Понятное дело, дело, что и я в какой-то степени могу что-то упустить в данном случае. Поэтому здесь можно только исследовать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. над собой. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится. и, конечно, буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой и подготовиться к психотерапии. По моему ответу кому-то ко мне, чтобы потерять coding в passé к психотерапии,